МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы слушаете вести Магнитогорск на маяке в студии Диля Дюльша. В Челябинской области за сутки выявлено 303 человека с положительными тестами на ковид-19. Скончались 13 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 27 542 человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе за последние сутки заболели 53 человека. С начала пандемии в городе подтверждено 3542 случая ковид-19. Из них 202 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В Магнитогорске изменится движение на пересечении улиц Зеленая и Экологическая. Здесь будет организовано движение со светофорным регулированием, сообщают в городской администрации. Вместо кругового движения появится Т-образный перекресток, где будет отдельная полоса для поворота направо, то есть с улицы Экологическая на улицу Зеленая. После окончания ремонта здесь начнет работать новый светофор. На сегодняшний день движение по улице Зеленой перекрыто до 7 декабря включительно. Проехать нельзя от Кругового до Лесопарковой, а также от въезда в СНТ Мичуриное до улицы Экологическая. Работы ведутся для того, чтобы в городе было меньше пробок. Цель – разгрузить основные улицы. В Магнитогорске кот устроил погром в медицинском центре. Ночью сотрудники правопорядка приехали на вызов. В частной клинике сработала сигнализация. Злоумышленника они обнаружили, зато нашли кота. Кусатый негодник пробрался в центр через вентиляцию и успел натворить немало дел до прибытия охраны. Так на фото представителей стражей правопорядка видны разрушения. Оторвана потолочная плитка, повреждена проводка. Пушистого вредителя задержать не удалось. Он прыгнул в открытую дверь, стоило только охране зайти в медицинский центр. Магнитогорские студенты примут участие в финале национального межвузовского чемпионата. Молодые профессионалы WorldSkills Россия. На площадке МГТУ имени Носова участники докажут свои профессиональные навыки в шести компетенциях. Инженерный дизайн, веб-дизайн и разработка, охрана труда, предпринимательство, экспедирование грузов, эксплуатация сервисных роботов. В финале чемпионата участники будут выполнять задания на площадках своих вузов под наблюдением веб-камер. Оценку проведут эксперты из домашних регионов, а также из центров управления соревнованиями, которые будут располагаться в Москве. Последствия пандемии COVID-19 стали вызовом для отечественной системы профессионального образования. И старт межвуза 2020 в такое непростое время – наш ответ на этот вызов. Межвузовский чемпионат в этом году впервые проходит по разработанной технологии на базе самых передовых IT-решений, отметила в приветственном слове участником финала межвузовского чемпионата заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. В первенстве по профессиональному мастерству примут участие более 500 студентов высших учебных заведений России, а также иностранные конкурсанты, представляющие вузы Белоруссии, Гонконга, Индии, Китая, Коста-Рики, Малайзии, Мексики, Тайваня, Хорватии, Эквадора и Эстонии. Почти 16 тысяч анализов провели в стенах лаборатории центральной медсанчасти. И это только за ноябрь, рассказывает заведующий Степан Тюрин. Магнитку молодой омский врач попал прямо в разгар пандемии. И почти как в горячую точку. Работы было так много, что Степан похудел на 12 килограммов. Вспоминает, буквально пару месяцев назад могли проводить не больше 100 исследований в сутки, а сегодня делают около тысячи. Наше ПЦР оборудование располагает станция выделения нуклиновых кислот автоматической. Это единственная станция выделения кислот в Челябинской области. В среднем сейчас мы делаем от 500 до 700 проб в день. То есть больше, чем все остальные лаборатории города Магнитогорска вместе взятые. Оборудование приобрели благодаря инвестициям ПАО ММК в рамках стратегической программы развития клиники. Ее утвердил председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. На модернизацию лаборатории направили почти 40 миллионов рублей. Это позволило ей получить статус референсной. То есть результаты теперь не требуют подтверждения в лабораториях более высокого уровня. А точность исследований возросла до 90%. Вера Шиляева, заведующая отделением поликлиники и медсанчасти, рассказывает. Мазок делается очень быстро. Особенно сейчас, когда мы 17 ноября стали референс лаборатории. Обследование выдается на следующий день. Но не ковидом единым болен пациент, а потому это лишь часть большой реновации. Металлургический комбинат приобрел для медсанчасти оборудование для лаборатории иммунно-ферментного анализа. Это три анализатора и полностью автоматизированная машина подготовки проб. Здесь, наверное, самая широкая линейка тестов на онкомаркеры, на патологию щитовидной железы. Такая комплектация делает лабораторию уникальной не только в области, но и во всем УРФО. До конца года в клинико-диагностическую лабораторию поступит еще несколько наименований оборудования. А сейчас о погоде. Завтра, 4 декабря, в Магнитогорске столбики термометров опустятся до минус 17 градусов. Утром синоптики прогнозируют туман. Осадков не ожидается. Атмосферное давление высокое. 740 мм ртутного столба. Ветер северный, тихий, 1 метр в секунду. Это была программа Вести Магнитогорск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова